Документальная классика и экранные эксперименты. В областной столице стартовал пятый фестиваль «Соль земли». Свои работы представляют режиссеры со всей страны, всего 115 лент. Участников и зрителей ждут не только показанную лекцию об истории кино, встречи с известными актерами и режиссерами, о конкурсной программе и фестивальных открытиях Татьяна Пудова. Они занимаются тем, что сами называют узкой нишей документальным кино. Вывести неигровое кино к широкому зрителю. И такую цель ставят перед собой участники фестиваля «Соль земли». Акценты делают только на свежих картинах. Если бы, наверное, мне бы сейчас кардиограмму снимали, наверное, бы аппарат взорвался бы, потому что сердце стучит не знаю как. Вы знаете, в этом году удивительным образом совпало множество юбилейных дат. И вот одна из таких дат – это пятилетие нашего кинофестиваля. Все фильмы разные по стилю и жанрам уже вызвали ажиотаж. На фестивале представлено 115 работ, отобрано 36 по пяти номинациям. Здесь и сейчас времена не убирают русский собор, «Чти отца твоего и матерь твою», а также «Куда идем». Документальное кино находится в очень тяжелом положении сейчас. Ну, во-первых, его почти не показывают. Но постепенно объем российской документалистики растет. Это связано с ростом кинотеатрального проката. Например, премия «Оскар» в номинации «Документальное кино» вручается только тем фильмам, которые выходили в кинопрокат. Организаторы фестиваля «Соль земли» уверены – у режиссеров, приходящих в эту профессию, есть новые технологии, полная свобода и возможность экспериментировать с жанрами. Например, есть возможность снимать документальное кино с элементами игрового. Кинофестиваль документального кино – это нечто. Я думаю, что сегодня документалистика очень сильна. Она необходима нам всем, потому что она отражает время. Показы в рамках конкурсной программы пройдут до 22 сентября. Первой будет продемонстрирована лента «Эвакуационный роман» режиссера Бориса Рабиновича. Это фильм про эвакуацию из блокированными фашистами Ленинграда Кировского театра, ныне Мариинского, и Вагановского балетного училища в Пермь. Татьяна Пудова, Олег Айдаров, Новости губерния. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова